Алиса, наверное, из Странный чудес, потому что её история необыкновенная. Девочка не ходит в школу, из-за болезни она обучается на дому. Но это не мешает ей писать стихи. Поэтический талант Алисы обнаружили учителя. Алиса начала писать 4 года назад стихотворение, когда училась в первом классе. Сейчас она находится в четвертом классе. В первом классе это были, правда, маленькие потешки, но они были все рифмованные. Во втором, в третьем классе она начала уже сочинять более развернутое стихотворение на 8-12 строк. И есть у неё даже хорошая поэма «Космический сон». Юная поэтесса мечтала о собственной книге. Тогда педагоги техношколы организовали благотворительный проект. Желающих помочь Алисе оказалось много. Более 200 школьников прислали девочке иллюстрации к её стихам. Я сам не пробовала писать стихи, но я думаю, что это очень сложно. Я уже знакома с Алисой, и она меня приглашала в гости, я к ней ходила. Она очень интересный человек, она очень умная. А это ролик учеников школы мультимедийной журналистики. Ребята создали школьный ютуб-канал «Самое время» и свой первый сюжет посвятили Алисе. Они побывали в гостях у девочки, познакомились с бабушкой и почитали стихи. Ах, какой прекрасный торт, удивится всякий рот, весь в клубнике, землянике. Нравится не только Вике. Торт мой ярче всех на свете. Даёт воспоминания о лете. Двухэтажный, не скучай, приглашаю всех на чай. Надо сказать, что это не просто юнкуры, а участники нашего телевизионного проекта «Дружба с заводом». Это они оказали информационную поддержку. Всего за неделю их ролик посмотрели более 6 тысяч зрителей. Признаюсь честно, я думал, что встреча с Алисой будет проходить в весьма грустной атмосфере. И когда я приехал, я был приятно удивлён. Алиса была очень весёлой девочкой. Объединив усилия, нашим героям удалось исполнить мечту. Нашлись спонсоры, да и просто неравнодушные пермики тоже откликнулись. Сборник получился необыкновенный, с применением технологий дополненной реальности. Раз Алиса из «Страны чудес», то и книга должна соответствовать. Анастасия Петухова, Удислав Рашидов, телекомпания «Ветта».